здрасте девочки подскажите как к озеру вашему пройти марсианском сейчас эта дорога будет не вот эта по асфальту прям отсюда дальше и там прямо там нормально купаются уже сейчас? да, озеро очень чисто а говорят что люди если вот ныряют в озеро потом другими уже выплывают правда? сказки ксюх, что не купаешься? о, привет, да вот купальник забыла и не купаюсь слушай, если мы договорились о горном отдыхе, это не значит здесь негде купаться, смотри ой-ой-ой, а сам ты хоть плавки взял? марсианское озеро находится недалеко от поселка Скалистая свое инопланетное название водоем получил благодаря неземному лазурному цвету воды эх, в такую жару так и тянет окунуться лично для меня забытые домоплавки не помеха здраво пацаны, а куда очередь? прыжки с обрыва не по мне, и я ушла подальше от этой шумной и вдобавок брызгающейся толпы мальчишек в поисках девичьего общества слушай, ну вы пришли такие красивые, фотосессию делаете, да? а мы просто дома сидели и решили прогуляться, да, пофоткаться дождь так и не пошел ой, девочки, как я вас понимаю, дождь не пошел, чего зря дню пропадать давайте лучше пофоткаемся, действительно, на фоне озера, да? ну, давайте а можно с вашей шляпкой, как красиво? это, ну ладно давайте, держите, конечно ой, какая красивая давайте, смотрите, как хорошо давайте сделаем вместе селфи на фоне озера хорошо я купальник забыла, вы меня понимаете, девочки, да? мы тоже без купальника вы тоже, вот, ну все, слушайте прежде чем сломя голову прыгать в воду я решил уточнить, как водичка и что это вообще за водоем а как говорится, хочешь узнать больше, спроси у местных был карьер, ночью все ушли, а его в ночь затопило причем затопило его вместе с техникой это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло карьер затопило сначала на радость местной детворе потом озеро стало популярно среди жителей окрестных деревень сейчас сюда едут даже из-за рубежья а что, вода, как на Мальдивах и лететь втридорога на другой конец света не нужно есть откуда попрыгать, чистая вода это не единственные плюсы чудо-водоема знатоки рыбной ловли утверждают, что в здешних глубинах водятся знатные карпы, толстолобики и караси здравствуйте как рыбалка? я только пришел, он одного карасика выкинул не знаю, в действительности это или рыбацкие байки, но размеры рыб, обитающих в озере, поражают я не знаю, как по весу, а длиной так 60, 70, даже 80 сантиметров иной раз так вот 80 сантиметров, это какая рыба? подождите большая вот такая? вот там вот с горки, вот тропинка есть там прогуливаешься, сверху видно, как она плавает, она вдоль берега вы ее видели? ну это не рыба, это дельфины мы купались вот с внуками вот там и около нас проплывали слушайте, ну он как это мутант удивительно, как на месте бывшего карьера вообще появилась рыба чего уж говорить о черепахах, жабах и прочей живности а еще здешняя водичка очень чистая во многом этому способствуют известняковые берега они то и дезинфицируют воду в общем, будете на марсианском озере, не повторите мою ошибку и обязательно возьмите с собой купальник здесь наши дороги с Ксюшей разошлись я захотела укрыться в тиши горного ущелья и посетить древний монастырь а я решил отправиться на поиски приключений в таинственный пещерный город Эскикермен пещерный монастырь святой Анастасии Узарешительницы находится в Качикальоне и это, пожалуй, одно из красивейших мест в Крыму по дороге к храму открывается потрясающий вид на Бахчисарайскую долину заблудиться невозможно, главное все время идти вверх ну а здесь камень, как в русских народных сказках направо пойдешь, в Алимову балку попадешь налево в Ханский дворец ну а мне в монастырь, это вот туда у монастыря святой Анастасии непростая история его основали монахи, которые, испытывая гонения на православие бежали из Византии в Таврику в советское время обитель пришла в полный упадок а затем ее и вовсе взорвали для строительства карьера и только в 2005 году скит начали возрождать отшельники фух, полтора километра я уже еле дышу и это у меня еще легкий рюкзачок за спиной не представляю, как монахи изо дня в день таскали по этой крутой тропе стройматериалы и воду для удобства паломников и туристов монахи выложили тропу автомобильными шинами они пружинят под ногами, что все-таки значительно упрощает путь после долгого изнурительного подъема путников встречает святой источник с целебной водой а его чудодейственных свойствах ходят легенды но воду нужно расходовать экономно и беречь потому что она буквально по каплям сочится из камня изо дня в день, из года в год отшельники восстанавливали монастырь собственно строительные работы продолжаются и до сих пор огромное помещение, выдолбленное прямо в скале здесь будет находиться беседка, в которой паломники смогут укрыться от палящего солнца или от дождя а в будущем, по словам монахов, здесь смогут построить еще один храм подъемный эскикермен несложный, занимает минут 10-15 поэтому для такого опытного покорителя вершин, как я, трудностей не составил к тому же по дороге наверх встречается обилие всякой живности порхающие бабочки, рептилии на разогретых солнцем скалах а у подножья города крепости пасутся всякие кони, коровы, ослы эскикермен, этот город настолько древний, что люди уже не помнят его имени может поэтому и стали называть его старая крепость основанный в 6 веке по приказу византийского императора Юстиниана в разные времена он был пристанищем потомков тавроскифов, готов, аланов, греков основное развитие эскикермен получил в 10 веке во время расцвета города здесь проживало 2000 человек достаточно внушительная цифра для того времени местами улицы были шириной в несколько метров по тем меркам это вообще целый проспект эскикермен рекордсмен среди древних городищ Крыма по количеству пещер их здесь больше 350 большинство использовали для хозяйственных нужд были такие, в которых производились ритуальные действия, а также оборонительные пещеры однако основная их часть служила в качестве стойл для скота хранения вина, зерна и прочих ценностей а не, на самом деле это окно, дверь там хотя в этом помещении тоже когда-то жили а еще до этого хранили продукты это уже потом над ней возвели базилику причем построили без фундамента, прямо на скале она была из тесаного камня с тремя апсидами украшенная мраморными витыми колоннами город в принципе состоял из двухэтажных домов, покрытых черепицей на первом этаже дома находились хозяйственные помещения второй этаж был жилым, построенным из дерева во многих домах был балкон, вот так и жили наши предки неплохо, кстати, жили, бассейны у них тут всякие первая мысль, которая посещает, когда ты попадаешь на территорию самого монастыря я в сказке на солнце переливаются тысячи камушков, бисеринок и бусинок первый раз в жизни вижу нечто подобное а келья, я смотрю, довольно необычная они вот такие красивые сделаны потому что обычно келья, она довольно аскетичная ну, я вам скажу так внутри она аскетичная а снаружи мы немножко ее украсили монах Исидор любезно согласился провести нас по всей территории обители а посмотреть здесь есть на что в монастыре святой Анастасии с любовью декорируют каждую деталь причудливые картины – дело рук монахов и паломников материал либо приносят женщины, в основном это бывшие украшения либо закупают целыми партиями на пожертвования камушек, да, что дальше, не нужно все время испачкать в клее испачкать в нужное время, в нужном месте небольшой я взяла? да, любой любой? куда? куда хотите так если это нарушит общий замысел, я, конечно, его удалю а если... так что любите, куда хочется радует, что я ненаврежу головы вашему творению, творчеству ну вот в результате, после нескольких часов кропотливой работы на свет появляется уникальная картина когда я сказала, что здесь ими украшают все я имела в виду действительно все от хозяйственных помещений до самого храма святой великомученицы по узким дорожкам, вдыхая тонкий аромат цветущих роз, минуя еще одну галерею причудливых картин попадаешь в храм святой Анастасии у зарешительницы, который находится в пещере когда глаза привыкают к полумраку, возникает чувство, что ты попал в шкатулку с драгоценностями над головой множество лампадок, украшенных бусинками даже заповеди здесь выложены из бисера образ святой великомученицы высечен прямо в скале здесь же сотни мешочков с различными просьбами паломников со всего света сами по себе искусственные пещеры выглядят по-разному овальные, прямоугольные, угловатые, со сводчатыми потолками столь же разнообразны они в размерах от маленьких в несколько квадратов до стометровых гигантов практически в каждой пещере есть углубление в полу в так называемых косницах хранили останки предков причем делали это не только из уважения к ним но и для того, чтобы впоследствии использовать их кости для воскрешения природа создала идеальные условия для древних зодчих стоит лишь немного углубить мягкий известняк и помещение готово и ни на какой кварт учет становиться не нужно может у древних и были свои сложности в плане выдержать осаду или обеспечить себя пропитанием но мне кажется, никакие современные достижения не сравнятся с этими природными красотами вид и вправду завораживающий при условии, если у подножия плато, на котором расположен город, не стоят вражеские войска а таких случаев за время существования эскикермена было немало собственно, это подтвердил и руководитель экскурсии, которой я присоседился для пущей осведомленности в случае осады город практически неприступный, обрывы достаточно серьезные единственный вход, я вам показывал, южные ворота запирались очень серьезно плюс лучики, плюс огнеметы и так далее северный дозорный комплекс мы с вами посетим вы тоже поймете его неприступность но без воды долго сопротивляться не будешь поэтому вот каторжным человеческим трудом был выдолблен 72 метра в скале то есть 6 маршей конечно, я туда полез сначала зияющая дыра, которую едва освещали солнечные лучи, доверие не внушала впрочем, как и весьма изношенные ступеньки самого колодца но вниз я спустился довольно быстро и не пожалел своды колодца и его стены словно покрыты серебром вода прохладная и невероятно чистая но пить ее я все равно не стал, так продегустировал немного храм, кельи, лавки сложно представить, но прямо в ущелье, между скал раскинулась монашеская обитель, похожая на небольшой городок в монастыре действует свой сложенный годами уклад каждую минуту здесь проводят с пользой итак, давайте по порядку во-первых, здесь есть собственная пекарня и как же вкусно тут пахнет здесь выпекаются просфоры для божественной литургии и хлебушек вот сейчас стоит хлеб на подходе идем дальше коровы, пасущиеся в чистом лесу, дают молоко, из которого умельцы варят настоящий сыр после производства кисломолочный продукт хранят в цеху головка сыра, приготовленная по старинным рецептам занимает процесс производства где-то неделю а хранится такая вот головка от месяца до года при желании ее можно превратить даже в пармезан но и это еще не все помимо сыра варни в монастыре работает мыло варня многочисленные баночки, колбочки, скляночки это настоящая лаборатория по изготовлению душистых брусочков вот здесь настаиваются травы мы свое мыло действительно делаем на настоящих травах, крымских травах никакой химии не добавляем и финальный этап производства мыла это изготовление вот таких вот брусочков их сначала заворачивают в бумагу, затем в холчовый мешочек привязывают бирочку с названием мыло и его чудесными свойствами и все, мыло готово кстати, не зря я отказался от колодезной воды оказывается, она здесь настолько минерализирована, что дает обратный эффект люди, населявшие эти места, испытывали серьезные проблемы с зубами точнее, с их отсутствием зато воды вдоволь раньше вода могла подняться гораздо выше но сейчас это практически максимум из-за дыры в стене колодца, которую пробили во время одной из осад собственно, поэтому враг и захватил эскикермен ночью продолбили стену в самом тонком месте и поднялись по колодцу на плато вот тебе и укрепленный город мне же предстоял трудный путь наверх спускаться в колодец, конечно, непросто но и подниматься удовольствие не из приятных да, подниматься тут непросто это я еще налегке а представьте, тысячу лет назад водоносы ну это мужики с такими, с перекачанными икрами сюда по несколько раз в день поднимались еще и с полными курдюками воды и прошу заметить ни одного любознательного туриста по пути наверх я так и не встретил 70 метров вниз, 24 этажа, 80 ступеней причем абсолютно нестандартных в общем, не хотел бы я быть водоносом эскикермен придется по душе не только любознательным взрослым желающим восполнить пробел в исторических знаниях но и озорным детишкам последним будет весьма интересно прятаться в резервуарах для хранения продуктов охотиться на ящериц и обследовать великое множество пещер еще это место известно тем, что здесь сняли не одну киноленту одной из последних стал фильм «Девятая рота» именно в эти отверстия, ну вы помните, да? прыгали душманы правда сейчас прыгнуть в эти отверстия не удастся видимо недавно прошли дожди и здесь все в воде если первая половина дня прошла для меня под девизом спрячься от солнца то потом небо сжалилось и над древним городом нависли тучи даже как-то мрачновато стало некоторые путешественники, которые рискнули заночевать в таинственных пещерах Эскекермена рассказывают удивительные вещи говорят, что ночью их кто-то щекотил или даже тащил за ногу не знаю, правда или нет, но я тут ночевать точно не останусь летом в монастыре особенно прекрасно повсюду ухоженные клумбы а укрыться от жары можно в тени зеленых деревьев раньше на этом самом месте был обыкновенный пустырь а сегодня благоухает фруктовый сад всего здесь около двухсот разных плодовых деревьев признаюсь, уезжать из этого благостного места совсем не хотелось здесь напрочь забываешь о благах цивилизации неудивительно, что православные приезжают сюда на несколько дней монахи даже гостиницу построили специально для паломников которые приезжают в это удивительное и невероятное место из монастыря святой Анастасии я уезжала не только с легкой душой но и с тяжелым рюкзаком в нем поместились мыло, квас, хлеб, брынза, бальзамы здесь же и лавочка, в которой можно все это купить я же продолжал осмотр древнего городища мое внимание привлекла дозорная башня эскикермен в принципе был весьма серьезно укреплен впрочем случай с колодцем показал всю тщетность этой оборонной системы хотя до наших дней сохранились остатки 5 больших пещерных храмов в некоторых из них остались следы красочных фресок а вот и храм трех всадников закрыт правда впрочем не удивительно после всего того, что сотворили с ним вандалы настенные рисунки, пережившие не одно столетие практически подчистую уничтожены нашими современниками их скребли ножом и заливали смолой так что замок на двери храма нисколько не удивляет на стыке 13 и 14 веков эскикермен начинает приходить в упадок а в конце 14 город разрушен окончательно к 18 веку для местных жителей эта крепость стала почти легендой О, Ксюх, никогда бы не подумал, что рыбалка на черных камнях действительно существует Саш, я с тобой один раз уже порыбачил Не переживай, клев, я тебе гарантирую Саш, у тебя ус отклеился В этом комплексе все так или иначе связано с произведениями великого советского режиссера Леонида Гайдая Герои любимых кинокомедий буквально на каждом шагу Наши люди в булочную на такси не ездят Здесь же масса развлечений среди них единственный в Крыму стенд для компакт-спортинга В общем, с ружей мы стрелять будем Естественно, мы с Ксюшей устроили соревнования на меткость Саш, ну и что ты будешь делать, если выиграешь у меня? Куплю автомобиль Москвич, последние модели Как обычно, Ксюша начала приставать к инструктору со странными вопросами Слушайте, а они настоящие? Абсолютно настоящие, конечно Нет, это дробь, дробовые заряды Я вообще, вы знаете, я знаю, есть ружье Так, давайте, наверное, я сначала вам все-таки объясню технику безопасности А вы сначала холостую дайте, а то, наверное, на руках меня Холостых, холостых у нас нет Как говорят, если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит Ну а если оно в руках женщины Все, патрон засунула Ружье закрыло, правильно закрыло, Саш, посмотри? Эй, чего ты? После Сашиных шуточек во мне проснулся азарт охотника Подождите, а вы команду даете, оно летит? Я тогда нажимаю и она полетит Через сколько секунд она летит? Сразу? Так, все, шуточки в сторону Пришло время показать Давай Я вышла на тропу войны Попала Ой, мамочка, у меня же в ушах звенит Я ничего не слышу, вообще ничего не слышу Ничего не слышу, у меня звенит в ушах Так надо? Оксана Ничего страшного Я реально ничего не слышу Что? Саш Что ты? Я не слышу У меня уши заложило, я теперь не слышу ничего Первый удачный выстрел оказался только началом моего триумфа Давай Ура Рано радуешься, теперь за дело берутся профессионалы Я в свое время ни одного кабана выследил, а зайцы, услышав что я иду на охоту, в норы прятались Еще не разбилась собака Хм, тоже мне великий охотник Не обольщайся, Ксюш, это только разминочный выстрел И тут началось Дай, дай, давай Давай Когда палец устал нажимать на курок А у наших ног появилась гора гильз Настало время определить победителя Ну что, Саш, давай подводить итоги Белый это попал, красный не попал Ну, первые два раза я не попал, потом попал, потом опять не попал и опять не попал Как-то так Ну не могла женщина сбить больше мишени, чем я Здесь попахивает мошенничеством В общем, я предложил определить лучшего в реальной боевой обстановке Решающее сражение пройдет на площадке для пейнтбола Уже в первые секунды нашего противостояния определился явный лидер Да, я сразу пошла в наступление Ага, в обратном направлении Я же бегал по полю как заяц, попасть в меня было просто невозможно Ага, как трусливый заяц, еще и прятался постоянно Просто после твоего коварного выстрела в спину я перестал тебе верить К тому же ты сама как неваляшка каталась и голову выше травы не поднимала Если сначала я пыталась вести прицельный огонь, то потом плюнула на военную стратегию И палила куда ни попадя Здорово постреляли, Сашка, ты как, живой? Ты чего? Ого, это же тебя прям сюда, да? Саш, Саш, блин, ну ненавижу этот пейнтбол, честно, вот это все стреляют, плохая игра Все ссорятся, бегают, стреляют, синяки набивают Хотя и побеждать все равно приятно Пройдя курс молодого бойца, научившись твердо держать оружие в руках, уворачиваться от вражеских пуль, настало время освоить спецтехнику Кто заказывал такси на Дубровку? Шеф, два счетчика Нашим инструктором стал гроза бездорожья, местный безумный Макс и просто маэстро экстремального вождения дядя Петя Дядя Петя, ну а где учились? Права есть-то у нас, что мы легачить поедем? Конечно, конечно, я учился в Советском Союзе Так, а у вас права на... На категорию грузовые, легковые, трейлеры На машину или на катамаран права? На машину Я вам доверяю, в общем Ладно, поехали, с ветерком так с ветерком Погнали Взрел мотор и мы лихо понеслись по проселочным тропам Наш железный конь... Хотя, что там конь? Слон! Ничто иное, как боевая разведывательно-десантная машина Оказывается, мы слишком рано начали кричать А вот теперь можно Мама, я люблю тебя! Я тоже, Ксюшина мама, я люблю тебя! Вот оно, чудо советской инженерии По бездорожью ездит, с воздуха десантируется Еще и по воде плавает Я на таком катамаране еще ни разу не катался Крути давай педали! На этом водные процедуры не закончились Есть на территории комплекса вполне сносный бассейн Я вот какую вещь поняла Это место, оно идеально для выходных Сюда можно приезжать с семьей, с друзьями Мальчик, отойди, пожалуйста, сейчас мы закончим Хорошо сачка, а? А вы что столько бомбочков имеете? Попробуйте сальтом Так вот, это место, оно прекрасное для того, чтобы провести Удивительные выходные Это первый крымский телеканал Мальчик, отойди, пожалуйста Чушь, вода реально теплая, офигенная А чего вы не купаетесь? Мальчик, ты реально достал Мальчик, слушай, ну достал, правда Ну сколько можно уже свои вопросы задавать-то уже Вот видишь, Сашка, можно классно отдохнуть летом и в горном Крыму Да, и на море ни на какое ехать не надо Не говори, а что это у тебя в карманах? Ну как что, мы стреляли, я гильз набрал Вот ты даешь Уже мужчины, взрослые дети, вообще не меняйтесь за годами Да на, я тебя тоже взял, на Спасибо Теперь я понимаю собак, которые в окно высовываются. Субтитры подогнал «Симон»!